Удивительное и страшное место. Единственное в Библии, когда люди спасение увидели, явное, неопровержимое, и говорят, оно нам не нужно. Все страдали от этого бесноватого. И вышел в них в город и просят, ты удались от нас. Матвея 8, 28. И бесы кричат, закричали, что тебе за нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. И Господь разрешает им войти в свиней. В чем заключалось их мучение? Писание об этом и говорит. Но что пришел мучить их, они это определенно знали. Что тебе за нас? Этот крик раздается от людей, неверующих, хотя бы они были в церкви. Что ты не сказал? А что? Я в праздник. А что ко мне? Кроме меня никого не вносит. Это тот же самый голос, тот же самый дух. А что ты мне отвечаешь? Ты за тобой смотри. Какое бы ни сделал слово правильное, ни поставил ему, для помощи, ни подходи, ни говори. Это тот же самый дух. А мы должны сказать. Господи, я жаль за спасение. А как ты не его подашь? Через скорби, печали, слезы. Я приму его. Послание к римлянам. Возьмая глава 20 стих. Апостол Баэр говорит впервые о недобровольности. То есть бесы пали добровольно, а дальше все уже по принуждению. Но Господь любит только добровольно приносимую жертву. Добровольно дающего Бог мудрость. Можно заставить ребенка, делать все, что есть. Я его заставлю в лагерь, он будет у меня выполнять всю работу. Но верить его я не могу заставить. Внутри его неприступная крепость. Она маленькая, она ничего не знает, писать не может. Но демон крепко сидит в сердце, его нельзя вытащить, пока она сама не скажет спасибо Господи. Она мне говорит, я не верю. Это касается изручных. В первом послании к коринфянам 9-17 говорится, если делаешь добро, делаю добро, то буду иметь награду добровольно. А что? Проповедь. Добровольно. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Даже служение я выполню, буду проповедовать, а не добровольно пользу никакой. То есть польза только так в пределах этой. Сверх, где мне доверено. Добровольно. Вот надо этому учиться делать. А мне никто не поручал. А вы возьмите это на контроль. Когда я отвечал в иностранный язык, а где учиться? Я выстраивался, двое разговаривали, в городе идут. Я старался переводить за тех, где за другим, кто говорит. Почему? А это добровольно. Деньги на этом мне никто не платил. Священник говорит проповедь. А я дома готовлюсь твою. И мне 30 лет прямо не позволяли говорить. А на тех проповеди, которые должны говорить, я их готовил, они мне никуда не шли. Я их просто готовил, и они у меня уходили никуда. Они не просто уходили, они оставались со мной. Сегодня спрашиваю, занятия будут? Наверное, будут. А что вы приготовили? Как что? Вы будете везти? А почему я буду везти? В первую очередь, я приезжаю у вас здесь. Ну, во-вторых, я приготовил вот. У меня стол накрытый, я вас кормлю. А на занятия вы готовьтесь. Смотрите, сколько братьев стоят. Все грамотные. Ты говоришь, я не вещество. Ну, ты же не заиха. Даже заиха Моисея, и тот перед Богом оказался великий. Богом роду с тобой. Не добровольно делаете. А мне никто не поручал. А кто тебе должен поручать? Я, я обыкновенный печник, сторож, у меня есть специальности, нет батюшка, он вряд ли поручит тебе это. Я знаю, что в пещеннике многие и не ловнут, если проповеди не будет. Хотя бы в нашей юридической. Нет, да и нет. А то затянул, говорит, дольше моей службы. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава 17 стих, я снова нахожу объяснение слова добровольно. Демоны сделали это недобровольно. Дальше. Они уже вынуждены. Это их природа творить зло. Зачем ты пришел раньше времени мучиться? А раз мучить, он их не спрашивает Господь, он их в огонь бросит. Мы добровольно должны их брать. Апостол Павел говорит о возлюбленном своем ученике, тете, будущем епископе. И хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. Хотя я и говорил вам, проповедуйте соседних сел, выходите, ищите, где с кем торгуете в городе. Можете сказать, хотя он в нас и просил на меня, но мы это сделали добровольно. Когда ты получишь за это награду? Добровольно. Я ни в университете, ни в тюрьме, ни на радио, где вел занятия, никогда не получал возмездия. То есть платы никакой. Почему? Я всегда делал это добровольно. Поездах я хватает. Добровольно. А кто тебя должен заставлять? Никто. А если не добровольно, ты уподавляешься злобным духом, они все не добровольны. Просто заставляет Господь, отбрасывает, где хотят что-то сделать. В послании Филимона 1.14 апостол Павел говорит, без твоего согласия я не хотел оставить его, но чтобы доброе дело свое было не вынуждено, а добровольно. Какое бы вы доброе дело не хотели делать, нужно себя на это разжечь. Господи, дай мне с желанием это сделать. А не потому, что я слышал, что надо, ну ладно, пойду отмечусь. Я в храм иду добровольно, я не дождусь, когда будет суббота. Воскресенье, только бы дожить еще, у меня обед готовый. Я полные рюкзаки несу для вас. Господи, дай мне дожить до воскресенья. Для чего? Для того, чтобы накормить людей. Тебе разве не доступна такая молитва? Вы все готовьтесь. Друг друга наполняйте. В книге Исход 35.28. И во многих местах говорится, что Господь принимает добровольную жертву как дар Господу. Не только десятину, когда она вынуждена, а добровольную. Десятина это обязанно. Если десятины нет, человек теряет право быть членом Церкви. А остальное добровольно. Существует еще две десятины. Одна на храм Божий, отдельно на строительство и прочее. И третья для нуждающихся, для пришельцев, для бедных, для находящихся в мудрах, для обездоленных, для лог и сиронов. Вот про ту десятину говорится, кто щедро теет, а щедро это не десятина, а может быть и больше, тот щедро пожнет, когда придет время. Поэтому заботитесь. Приобретайте Слово Божие. Старайтесь дать духовное. Если духовного нет, просто человек живет, ест и пьет. Немного отличаясь от скотина, потому что вертикально только ходит. Книга про Каниеви 11.2. Что весь народ, который вернулся в Израиль, это были те, которые согласились жить добровольно в Израиле. Я это отнес к вам. Вы согласились добровольно. Вас никто не принуждал. Почему батюшка должен смотреть за соблюдением уставов? Почему я должен ловить ваших ребятишек, они постоянно, без пояса? Ну и дети правила-то вы приняли, вы писали заявление, в каком правилах подтверждается Священным Писанием. Ну а то это трудно сказать. Сказать, что ваши дети и с неверующими равны, я этого не могу. Ну и трудиться-то есть еще на чем. В Псалмопеле Давид 118-108 говорит, да, благоприятно принести жертву добровольно, а тут наши. Чтобы не родители только побуждали ребенка молиться, а сами. Вот я на детей посмотрел, если сейчас им не сказать молиться, мало кто будет молиться. За стол помолили-то, а они маленько там другие опоздали. Уже заскакивали, прям право за стол. Я говорю, ты же не молился, а тогда заскакивали, пошел молиться. А уж вещи им и говорить не надо, а утром больше не поминать. А чтобы он поминал, а как мы будем, когда мы не молились? Дети, я сказал, когда берешь что-то попить, сначала совершить крестное знамение, шапку надо снять. И они сейчас друг друга все учат, как так и попить, а ты не перекрестился. Самый маленький уже это говорит. Дайте детям понятие о здоровье, о красоте, которая приходит через Господа. Через знамение крестное, чтобы они его нигде не стыдились. Чтобы смело могли сказать, что мы дети Божьи, мы всех счастливы на всей земле. Пророк Исаия 53, 7 говорит о нашем Спасителе Иисусе Христе, который сошел на землю, написано, и страдал добровольно. Смело добровольно пронизывать должно всю нашу жизнь. Все, что мы делаем, делаем добровольно. А не так. С разъезда пришел, нечестивый, безбожник, нарушающий нас устав. Делаем замещание. Ну зачем вам приходить? Уже говорили нельзя. Жена его в брюках. Ну не положено это. Ну только так и сказать. Я виноват, подойти бы и сказать им. Да, вы нарушаете наш устав, чтобы видно было, что христианин нет. Как в мире говорят с бабами другого. Да я бы вас нанял. Да батюшка у нас не разрешает. То есть окаянный Бог. Не втешится под ногами. А я-то бы ничего. Я бы с вами за стол все выпил. Вы же работники хорошие. Это добровольно христианин или нет? Если ты добровольно, ты поставишь на свой сам батюшка ни при чем. Зачем ты его подставляешь здесь? В любом мире везде засвидетельствуйте, что вы возрожденные свыше. Что вами движет Дух Божий. Бог говорит так, а не так, что батюшки нет. Тут на широкую ногу живем. Некоторые говорят батюшку бояться. Он приедет, вот смотри, что-то будет. Так же вы хоть вы не добровольно делаете. Как малые дети. Батюшка в облако, что они ходят под рукой. А батюшки нет, они же устраивают дома пьянки. Итак, слово мучить, прозвучавшее из уст дьявола, не должно и нас покидать. Мы можем оказаться с ними вместе. Написано, проклинающий сатану грешник проклинает самого себя. Да пошел ты, и говорят черному. А кого ты посылаешь-то, если он никуда не сходил-то? Это вот сердце же говорит. Проклинаешь сатану, а живешь как сатана. Так ты проклинаешь, говорит, самого себя. Слово мучить в Библии встречается 58 раз. И каждый раз это отвержение от Бога. И каждый раз в этом нужно приносить покаяние. Как правило, это окончательный привод уже после смерти. В Откровении 11.10 говорится о каких-то двух пророках. Церковь признает, вернее, толкует, что это Еноха и Илья, которые живыми взяты на небо. И написано, когда их антихрист убьет, то живущие на земле будут радоваться этому. И веселиться, и пошлют дары друг другу. Ибо эти два пророка мучили людей. Больше ничего в Библии не написано. Горе, когда мучить никто не будет, они ничего не понимают. Если тебя отвечают за мучительно, то до каких пор ты мучить меня будешь этими словами Елу говорить? Это мучительно. Я знаю, насколько неприятно. Слушай, ну, перебороть себя надо. Господи. Врач говорит о болезни. У нас приучили врачей врать. Если болезнь, рак или что-то, как-нибудь родным еще могут сказать. А чтобы он не знал, чтобы он до смертного часа, не дал правильного распоряжения, не завещания не составил. А в Америке везде, там сразу говорят человеку. Так, приготовьтесь, для вас печальное известие. У вас раз печальный. Надежда есть? Надежда всегда должна быть. Но мы только не речим. Если сможете, в Австралии там, большие очень деньги. Но там есть надежда. Говорят, что-то могут делать китайцы еще. Попытайтесь туда. Люди едут. А у нас нет. Все хорошо. Все будет хорошо. Уже то есть в океане. Все будет хорошо. Ну, как оно может быть хорошо? Вы правда боитесь? В книге Судия 11-12 говорится о истории Иефая, который послал царю Амалитинскому, когда тот пришел воевать. Он говорит, что тебе до меня? Я нашел в трех местах в Библии эти же самые слова, которые говорил дьявол. Что тебе до меня пришел? Говорит, до нас. И есть слова, что ты пришел до меня. Говорит, как ты сейчас человеку говоришь, а что ты до меня закрепаешься? Что тебе нужно? Дьяволские слова. Что тебе до меня? Ну, ты не узнаешь, что ему до тебя. Справедливо или несправедливо. Требующему тебя, говорит, внешнюю одежду, а дай и нижнюю. Да как, тогда я больше наберу войска, да я отомщу ему и у него рубашку отниму. Можно и так делать. Но только такой тоже не по западе Христовой. Христовой Соломан, 24, 26, говорит так. В уста целует, кто отвечает словами вердыми. В уста. Говорит, отвечает. И ты его золотовутся, говорит, поцелуй, я нашел золотовутся на этот ответ. А за что? За то, что он тебе подсказал и правильно обличил тебя. И ты предостерегся от падения. Да кто он неправильно говорил? Обними крепче поцелуй его, что он перешагнул через какую-то грань, но любя тебя, уже еще предупреждай, еще этого нельзя, а он тебя любит. То есть, смотрите, как объяснение, адвокат, он адвокат был, он находит для спасения своей души. А если обидится, а чего ты на меня? Ты за тобой смотри. У тебя есть вот бежит, а ты. Все можно ответить. Но это будет не для спасения, для того, чтобы тебе не подходили и не влекли тебя к спасению. Прича 15, 12. Не любит распутных, обличающих его. Не любит. И к мудрым не пойдет. Я скажу, что из жен, вот здесь я нахожусь в лето, чаще всего приходит только одна женщина, интересуется о детях, что она прочитает. Одна, но вы же не одна здесь. Почему у вас вопросов нет? Если сегодня специально тематического занятия не будет, вопросы и ответы. Еще будет отличная способа заслужения. Найдите вопросы, которые вас сегодня беспокоят, которые вы в книгах наших открытым оком не нашли. Такие вопросы еще есть. Но не может быть, чтобы в 2700 все вопросы вошли. Трича Соломона, 9, 8. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличи мудрого, и он возлюбит тебя. Господь обличил демонов на земле, что они мучают людей, что они захватили этот непримедлежащий им плацдар. Человек это делает зло. И бесы, что приняли его, эти демоны, сидящие бесноватым, сделали подобными себе и тех, которые еще казались небесноватым. Они стали просить силы и от нас. Как демоны сделали с ними? И когда человек не принимает обличение, говорит, он возненавидит тебя, этот человек подобен демону. Он еще этого не знает. Но Писание это подтверждает. И притча 29, 15. Розборь и обличение дают мудрость. Так что не мудрите, что детей наказывать нельзя. Нельзя, ты уже цвады пожинаешь. Розборь и обличение, поговори ему, расскажи. Они ему дадут мудрость. Не меньше, чем в школе учителя. А оставляющий в небрежении острок делает стыд своей матери. Вот и все. Тем более, выше этого ты не скажешь, что сказал Соломон. До кого надо добровольно? К добровольности приучи, чтобы он избирал лужие. Почему Соломон, и Крестяца 7, 5, говорит. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Вот эти плееры разные. Компьютерные игры, а что вы пейте? Не допускайте детям. Вы ничтошки в доме не держите. Плохие и ненужные фильмы. Не держите. Да ко мне я их не смотрю. Я говорю, не держите. Если у вас дети. Рано или поздно в детские руки это попадет. Есть же 5-3. Божья Матерь пришла к нему, и он вас приглашает. Она не заходит. У тебя там враг. Как раз там юридическая книга. И на последние страницы не правильные слова. Вот как смотрели за этим внимательно. Премудрый Сирах 18.13 делает так. Он обличает и вразумляет. И получает и обращает. Как пастырь стада своем. Если священник не получает, не наставляет, не обличает и не вразумляет, то какой же он пастырь? Чем должен заниматься священник? Вот пастырь стада. Но это имеется в виду, конечно, не пастух. Пастух, а еще как обыкновенный. Сирах 19.28. Бывает обличение, но не во время. И бывает, что иной молчит. И он благоразумен. Не так, что я прямой все в глаза вылюблю. А ты сначала подумай, на несколько раз высчитай. Так, сегодня тут присутствуют такие люди. Пока не надо. Я подожду и еще помолюсь. Вот можно бы сказать, но он уже начал исправляться. Это будет во вред. Ничего не понимает. Пока вам рубите все. Сказать кому-то обличение, на это нужна великая мудрость. Не отсталкнешь ли ты его еще дальше. Или он уже на этом остановился, дальше не движется, тогда режь. И по-больному. Сирахов 20.31. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайном. И обличаемому наедине предостережется от вреда. А какое отношение имеет это к сегодняшнему событию. А Господь обличил этих жителей, что они смирились с этим весноватым, делались подробными. Он обличил своим присутствием. И поэтому они его не приняли и попросили удалиться с этой местности. Сирахов 20 глава 29 стих. Говорит о том, что угощение и подарки ослепляют человека мудрого. То есть что-то сделает, поможет. А теперь как я ему скажу, он же мне помогает. Я же должен им. Поэтому лучше не принимать ни помощи, ничего, если ты знаешь, что человек тебя этим может поприкнуть. И такие подарки, как бы камень, как бы запор в устах отвечающего. Если мы хотим сегодняшнее евангельское чтение в полноте применить на самом себе, мы все время должны на молитве говорить Господи, глаза мои и уста добудутся тверд, на помощь мне и ближнему. И благословен Господь, который научает через труднейшее событие, включившееся в его жизни, через такое темное пятно в Израиле, научает и нас, чтобы мы не боялись обречения, а искали обречающих и целовали их в устах. Аминь.